Девушки отдыхают... Одни желанные одиночества. Никто не услышит, никто не побеспокоит нас. Все идет в попугану. Остальные я говорил с ними, и они с нами, я знаю. Волшебник Фестус Крэкс, может быть, даже Органианин, и не дитя тоже. А как же ты? Ты? Ты говорила с кем-нибудь? Нет, нет, конечно, нет. Мое дело говорить, выслеживать, видеть и объявлять. Мое! А что делаешь ты? Ничего. Нет, я не злюсь. Нет, никогда. Цицерон понимает. Цицерон всегда понимает и повинуется. Ты заговоришь, когда будешь готова, правда? Правда же? Милая мать ночи. Бедный Цицерон. Дорогой мой Цицерон. Такой верный слуга. Но он никогда не услышит мой голос. Он не слышащий. Ой, ну как же мне защитить тебя? Как нанести твою волю, если ты не говоришь ни с кем? Но я буду говорить. Я буду говорить с тобой. Потому что ты слышащий. Да, ты. Ты, кто делит за мной мою железную гробницу. Кто согревает мои древние кости. Я даю тебе задание поехать в Лундрут. Поговорить с Омоном Матьяром. Бедный Цицерон подвел тебя. Бедный Цицерон просит прощения, милая мать. Я пытался, я так старался, но я не могу найти слышащего. Скажи Цицерону, что время пришло. Скажи ему те слова, которых он ждал все эти годы. Тьма наступает со смертью тишины. Что? Какая низость. Осквернение, измена и кощунство. Осквернена святость гроба Матери Ночи. Объяснись! Немедля! Говори, черв! Она говорила с тобой о предательстве. О предательстве. О предательстве, обман, ты лжешь! Мать Ночи говорит только со слышащим! А слышащего? Слышащего нет! Она... Она так сказала? Она сказала это тебе? Тьма наступает со смертью тишины. А это верные слова. Связующие слова, записанные в книгах хранителей. Знак, которого я долго ждал. Единственный мамочкин способ поговорить с милым Цицероном. Значит, это правда. Она вернулась! Наша госпожа вернулась! Она избрала слышащего! Она избрала тебя! Слава слышащему!